Сегодня день памяти жертв Холокоста. Мир вспоминает о миллионах сожжённых, расстрелянных, замученных в нацистских концлагерях. Восстаний были десятки, и только одно из них увенчалось успехом. В истории польского Собибора, где сегодня прошли траурные церемонии, Сергей Пашков. Заброшенный полустанок в Сосновом Бару с уютным и совсем не страшным названием Собибор. Первый эшелон с двумя тысячами еврейских узников прибыл сюда из Голландии 8 мая 1942 года. Здесь, где заканчивалась тупиковая ветка, останавливался состав. Его встречала банна-команда из собственно заключённых. Прибывших узников проводили через огромный барак, где они оставляли собственные вещи. Один из местных эсэсовцев, Зикрет Вольф, любил надевать белый докторский халат. Он раздавал прибывшим детям конфеты, обещая им новую счастливую жизнь. Заключённым обещали горячий суп. Надо лишь отправить открытку родным, оставить одежду, острить женщинам и девочкам косы и принять душ. Люди, измождённые голодом и многодневной дорогой, начинали что-то понимать, когда их уже заталкивали в тесные 16 квадратных метров помещения. По 120 человек в каждую из шести газовых камер и слязгом захлопывали металлическую дверь. Этот курган памяти насыпали через 20 лет после окончания войны. Археологи обнаружили семь рвов, где больше года в 43-м году нацисты сжигали тела погибших. Здесь покоятся останки 250 тысяч человек. Живущего сегодня в Израиле Семёна Розенфельда привезли в Собибор 22 сентября 43-го года из минского лагеря. Фабрика смерти Собибор работала круглосуточно без остановок уже почти полгода. Спрашивают людей, а где остальные из эшелона? Он поднимает руку и посмотри, видишь дым. Это уже ваши люди из эшелона горят. Но в октябре 43-го Айнзацкоманда демонтирует лагерь. Газовые камеры разберут, рвы засыпят, вскопают землю и засеют её еловыми саженцами. Ибо 14 октября 43-го года произойдёт немыслимое. Заключённые поднимут восстание, уничтожат, заманив мастерские 12 эсэсовских офицеров, прорвут ограждение и через минное поле уйдут в лес. Восстание подготовил и возглавил вот этот человек, офицер Красной Армии Александр Печерский. Александр Аронович умер в Ростове-на-Дону в 1990 году. При жизни он не снискал заслуженной славы, а его подвиги знали лишь единицы. Никогда дедушка не мечтал об увековечивании. Он вообще был очень такой скромный человек. Единственное, что он хотел, о том, добиться того, чтобы люди знали об этом, для того, чтобы это никогда не повторилось. Он очень много лет занимался тем, что разыскивал всех оставшихся узников. Накануне Международного дня памяти жертв Холокоста президент России подписал указ о награждении Александра Печерского орденом мужества посмертно. Сегодня, вспоминая узников Сабибора и вспоминая человека с большой буквы Александра Печерского, я бы хотел передать директору музея копию указа президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о награждении посмертно капитана Красной Армии Печерского орденом мужества за подвиг в Сабиборе. Директор мемориального музея Кшиштоф Скверовский говорит о том, что приступившие к работе археологи обнаружили фундамент газовых камер, нашли ещё не захороненные останки людей. Наконец, после необъяснимых проволочек польские власти ответили согласием на предложение России участвовать в реконструкции мемориала Сабибор. Теперь совместными усилиями мы собираемся реконструировать мемориал, построить музей так, чтобы сюда могли приезжать сотни людей. Они должны знать эту историю. Здесь, в Сабиборе, обречённые узники и возглавившие восстание красноармейцы понимали, что шансов уцелеть практически нет. Они предпочли достойную смерть. 14 октября 1943 года более полутысячи заключённых прорвали колючую проволоку. 300 вырвались из лагеря живыми. 57 из них дожили до окончания войны. Сегодня живы лишь два участника Сабиборского восстания. Единственного успешного за всю историю войны. Сергей Пашков, Александр Попова, Александр Полонский. Вести. Польша. Израиль.